Всем привет! Небольшое видео спрашивали меня по поводу примеров загадок, которые есть в игре Exit Game. Мы уже играли две игры из этой серии, понравились нам они и взяли третью игру, она еще запакованная. Несмотря на то, что игра, можно сказать, одноразовая, то есть один раз сыграть и потом все они уже компоненты испорчены, довольно веселые, интересные загадки. Если кто-то выбирает из этой серии одну только игру, я бы порекомендовал Заброшенная хижина. Мне кажется, она лучше по загадкам, интереснее. В частности, две загадки там есть, такие, скажем так, нестандартные. В общем, интересно. Поэтому покажу несколько примеров загадок из секретной лаборатории. Естественно, в данном видео какие-то спойлеры будут, но пару загадок буквально из множества, которые есть в коробке. Думаю, ничего страшного нет. Так, тот же самый принцип. Ответы. Смотрим на таком диске, то есть, например, загадка с ромбом. И, например, ответ будет колбу такой формы, такой формы и такой формы. Номер девятнадцать на диске. Встаем из колоды карт ответов. Девятнадцатый, например. Смотрим, что на нем написано. И на нем написано, что... А где конкретно была эта загадка? Двойная проверка такая идет. Например, этот символ находится около бутылки. Значит, выбираем карту четыре и смотрим, оно это или нет. И карта четыре, что говорит нет. Это не оно. Код неверен. И так далее. Это что касается ответов. Точно такой же принцип. И что касается самих загадок. Вот, например... Данная таблица элементов. Атомное число. И химический символ. И, скажем, например, на какой-то карте... Дается вам, скажем, вот такая карта. И, ну, видно, что здесь какие-то химические символы тоже представлены. То есть, соответственно... Смотрим здесь цифру и так далее. Решаем загадку. Далее. Изначально в книжке. Вот комната. Два флага на стене. Нидерланды и Болгария. По мере того, как даются... ...различные другие... ...карточки. Вот, например, еще один флаг попадется. Играем дальше. Решаем какие-то другие задачи. И вот нам попался еще четвертый флаг. То есть, видно, что каким-то образом связаны флаги, которые висят в комнате, с карточками, которые тоже имеют на них флаги. И вот, закрою ответ. Кладем друг на друга цветные страны. И тут различные страны. Как раз четыре страны и четыре флага. И как... ...каким-то образом из этого мы должны вывести код. Или, например, такая загадка. Альфа, бета, гамма. И у каждой буквы зачеркнуты какие-то цифры. То есть, соответственно, нам нужно искать какой-то код, в котором данные цифры зачеркнуть. И оставшиеся, скорее всего, и будут тем кодом, который нам нужен. Ну и найти вот эту загадку... Тоже можно посмотреть в книге. Либо же она есть на какой-то другой карте. По-разному это бывает. Или, например, дается вам такая карта. Символ загадки шестиугольник. Видно, что указаны буквы снизу. Что-то с этими буквами тоже нужно сделать. И так далее. Вот, например, еще одна загадка. Инструкция по сборке оборудования. То есть, где-то центр такой находится. И стрелка, которая указывает на что-то. И вот со временем дается нам такая стрелка. То есть, мы должны куда-то ее поместить. Естественно, не на эту карту, а где-то вот в игре. Также загадки бывают вот такие вот. Дается такая форма. Соответственно, куда-то ее нужно приложить, чтобы получить ответ. А куда приложить, это уже тоже нужно смотреть. То есть, либо это какая-то карта будет, либо книжка. Может быть, что-то еще. В частности, компоненты иногда складывать нужно. Иногда вырезать из них какие-то части. Один из интересных моментов. То есть, тестовые полоски для измерения PH. И если приглядеться, видно, что в слове strip полоска rip выделено более жирно. И, соответственно, это означает вырвать, оторвать. То есть, мы должны оторвать какие-то части этой страницы. Такая вот незначительная подсказка, к которой сначала не обращаешь внимания. Вот, опять же, буквы. Что с этими буквами делать? То ли как-то складывать их, папа. С налету загадки не получится решить. Нужно смотреть, думать. То есть, путем подбора бесполезно. Слишком много вариантов. Такие загадки в Exit the Game. И, в общем-то, довольно интересно. Несмотря на то, что сыграть можно всего лишь один раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!